Здравствуйте! Это программа Город Эсс и Елена Чернявская. Сегодня в сферу деятельности и внимания коллекторских агентств попадает все больше граждан. Однако при взыскании долгов коллекторы не всегда действуют правомедно. Столкновение с коллекторскими службами чаще всего несет в себе негатив и действия. Их сотрудников не всегда легальны. Контроль за деятельностью коллекторских агентств как раз входит в сферу ответственности судебных приставов. Предлагаю разобраться, какие полномочия у коллекторов и что делать, если они нарушают закон. Ну а моя сегодняшняя гостья в этом поможет. Елена Арутюновна Рузаева. Главный специалист отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, давайте мы с вами побеседуем и разговор, наверное, начнем с того, а что вообще нужно знать о коллекторах? Конечно, это очень важный вопрос. Что мы должны знать? Знаете, что это профессиональное коллекторское агентство, которое включено в государственный реестр, за которым, в принципе, и осуществляет надзор Федеральная служба судебных приставов. Естественно, к таким организациям определяются обязательные требования федеральным законодательством, за которым как раз надзирает Федеральная служба судебных приставов. Но не стоит забывать, что взысканием задолженности занимаются не только профессиональные коллекторские агентства, а также взыскатели, то есть кредиторы лица, по которым имеется просроченная задолженность. А вот я сейчас попрошу привести вас пример, каким образом вы взаимодействуете, служба судебных приставов, с коллекторскими агентствами, ну вот на каком-то живом жизненном примере. Ну, естественно, мы начинаем взаимодействовать с нашими подконтрольными лицами, если же поступает обращение гражданина, да, он пожаловался на неправомерные действия либо своего кредитора, при котором мы выясняем, что задолженность могла быть передана по агентскому договору, ну то есть лицо привлекается в этом случае, либо вообще по договору цессии, это тогда, когда долг уже продан официальному коллекторскому агентству. Ну, например, когда человек брал кредит в банке, не выплачивает его какое-то время, и банк уже передает коллекторскому агентству. Да, либо привлекает лицо для того, чтобы как раз-таки оно осуществляло это взаимодействие, что в итоге, да, приводит к погашению задолженности, либо вообще избавляется от этой проблемной задолженности и передает ее уже именно по договору, продает в официальное коллекторское агентство. Естественно, службы проверяются данные доводы заявителя, взаимодействие у нас происходит, в принципе, дистанционно, да, запрашиваются документы, они анализируются и выносятся решения. Имело место быть правонарушение, либо оно отсутствует. А в чем как раз состоит вот это правонарушение, и скажите, пожалуйста, здесь же у меня такой вопрос, а банк обязан ли уведомить должника, что он передает его долг коллекторскому агентству? Конечно, это норма законодательства установлена, банк, либо микрофинансовая организация при привлечении такого лица обязана уведомить об этом гражданина в 30-дневной, именно 30 рабочих дней. То есть уведомление направляется либо заказной почте с уведомлением, что именно так, либо соглашением, которое уже заключено у кредитора с должником, каким способом он его уведомляет. И вот с момента, с даты привлечения, 30 рабочих дней – это крайний срок, когда, собственно, кредитор должен уведомить письмом, да, там, электронной почтой, смс-сообщением о том, что с вами с такого-то момента взаимодействует там определенное юридическое лицо, включенное в государственный реестр. То есть, конечно, гражданин должен об этом знать. Но вот не платил, не платил человек по долгам, здесь привлекается коллекторское агентство. А в чем заключается его работа с должником и, конечно, каким образом ваша служба регулирует эту работу, что он начинает платить, либо уже какое-то воздействие коллекторского агентства осуществляется на юридическое лицо? Ну, коллекторским агентством у него есть такие же права и полномочия, собственно, как у кредитора. Коллекторское агентство, оно также работает по 230-му федеральному закону, то есть по нашему основному федеральному закону о защите прав и защите граждан при как раз осуществлении такой деятельности по взысканию, где установлены определенные нормы ограничения, в рамках которого должен действовать коллектор. И, естественно, доводы бывают, что юридические лица нарушают данные нормы и, естественно, привлекаются к административной ответственности, предусмотренной вот кодексом нашим административных правонарушений в части нарушения положения статьи 1457. Скажите, а вот имеет ли право гражданин обратиться в подразделение судебных приставов, если на него уже возбуждено или ведется исполнительное производство? Вот здесь вы выступаете все-таки защитой, гарантом, я не знаю, прав гражданина или все-таки агентства? Здесь, конечно, если гражданин подает, он может подать, естественно, это его право, если на стадии ведения исполнительного производства, это уже 229-й федеральный закон об исполнительном производстве, да, там применяются меры принудительного характера, но, тем не менее, коллекторское агентство либо кредитор, он вправе осуществлять взаимодействие с должником, но, естественно, в рамках законодательства, и гражданин, естественно, может нам написать, и здесь мы выступаем, естественно, в защиту, скорее всего, прав гражданина, потому что если он и осуществляет какое-то взаимодействие в рамках взыскания, чтобы гражданин погасил его быстрее, либо еще что-то, все-таки здесь мы проверяем, не нарушены ли все-таки его права в этой части, конечно. Скажите, можно ли подать заявление о сохранении зарплаты или иных доходов? Ну, в службу судебных пристав, конечно, можно, у нас в федеральном законе 229-м об исполнительном производстве изменения есть, естественно, если прожиточный минимум гражданина, так скажем, низкий, да, можно обратиться с соответствующим заявлением, предоставив документы в отдел судебных приставов, где ведется данное производство, и судебным приставом будет рассмотрена эта информация, и принято решение, либо, да, сохраняется прожиточный минимум на одном из его счетов, на которого он укажет именно, если такие основания есть. Давайте теперь поговорим, какие ограничения установлены законодательством как раз на взаимодействии организаций, занимающихся взысканиями, вот, к примеру, с должниками. Естественно, при совершении действий, направленных на возрод просроченной задолженности, законодательством установлены ограничения. Ну, во-первых, можно сказать о том, что кредитор, коллектор, да, как мы называем, вправе взаимодействовать с гражданином посредством личных встреч и телефонных переговоров, это считается именно непосредственным взаимодействием. Также направляется смс-сообщение, имейл и другими способами, которые передаются по сетям электросвязи. Это вы сейчас о законных способах сказали? Да, конечно. Это те, которые нормы прописаны как раз-таки в законодательстве, которые мы проверяем и так далее. Ну, также почтовое отправление. Ну, естественно, ограничения имеют место быть в плане, что временное ограничение должно быть. В будние дни взаимодействие возможно с 8 утра до 10 вечера. В нерабочие праздничные дни взаимодействие тоже возможно, потому что некоторые граждане полагают, что в выходные дни праздничное взаимодействие не должно производиться. Но, к сожалению, оно может осуществляться, но уже другие временные рамки, это уже, то есть временные рамки сдвинуты, и там уже с 9 утра до 8 часов вечера. Так, о временных рамках сказали. А вот теперь о количестве, да. О количестве. Звонков, к примеру. Количество звонков у нас не превышает 1 телефонный звонок в день, либо 2 телефонных звонка в неделю. Не более 8 телефонных звонков в месяц. Личные встречи подразумевают собой только 1 личная встреча в течение недели. СМС-сообщение, 2 сообщения в день, 4 в неделю и не более 16 в месяц. А вот теперь давайте поговорим о характере как раз этих содержаний, СМС-звонков, личных встреч и так далее и тому подобное. Как должны себя сегодня вести коллекторы? Что говорить? Какой иметь тон? Ну и, соответственно, смысл, какой должен нести этот разговор? Ну, конечно, смысл разговора всегда направлен на взыскание просроченной задолженности, дабы побудить гражданина все-таки погасить свое обязательство. Ну, естественно, так же, как мы говорим, в законодательстве есть нормы. А коллектор, естественно, обязан представиться, назвать номинование, озвучить о том, что запись телефонного разговора ведется, назвать свою фамилию, ну, то, что он представляет эту организацию. И уже начать разговор. Естественно, разговор должен происходить в рамках поля, в приеме, ну, так скажем, в тоне, никаких грубых нарушений речи. Тем более, не угроз. Угроз, естественно, в идеале этого не должно быть. То есть гражданин должен понимать, с кем он общается, какая задолженность с него взыскивается, работает ли уже лицо от себя, ну, в части продажи долга, да, когда уже продан, либо же он представляет кредитора, у кого он, ну, то есть имеет просроченные обязательства. Поэтому, естественно, никаких порочащих сведений и так далее, выражений с угрозами не должно иметь место быть. Ну, ведь, как правило, наверное, еще коллекторы используют, вот, кстати, сталкивались ли вы с такими случаями, когда применяют какие-то психологические приемы и манипуляции? Конечно, это сообщение, либо это находится в сообщениях, в текстовых, но, естественно, эти сообщения приходят не лично от этого, да, так мы скажем, коллекторского агентства. И в телефонных звонках мы прослушиваем такие записи, то есть от кредиторов, например, что по ту сторону оператор, так скажем, уже не выдерживает и срывается на должника, применяя, либо высказывает выражения, которые вводят его в заблуждение, там, относительно правовой природы обязательства, размер его исполнения, либо там, что какие последствия, если он не исполнит эти обязательства, ему, да, там, угрожают, ну, то есть могут быть после неоплаты за должности. Поэтому бывают, конечно, разные ситуации. Ну, а что делать, если коллекторы ведут себя вот чересчур настойчиво, ну, и хамовато? Кто, скажите, в первую очередь встает на защиту вот таких людей, которые, ну, действительно оказались в беде? Ну, естественно, гражданин вправе, как я уже говорила выше, обращаться в службу судебных приставов, ну, сейчас речь идет о главном управлении Самарской области, заявлением, ну, заявление можно подать лично, прийти, да, вот к нам в отдел, специалисты помогут его написать, рассказать, что нам необходимо, какие материалы, либо посредством интернет-приемной, также описав все доводы и направив к нам в службу. Хотел бы вот уточнить, что важно для гражданина и для нашей службы, это то, чтобы привлечь к ответственности и действительно защитить права гражданина, необходимо, ну, как бы предоставить нам и помочь сведения, то есть это скриншоты сообщений, фиксировать все правонарушения и быть с нами на контакте, потому что бывает в доверии, то есть любые сведения, материалы нам предоставлять в помощь для того, чтобы мы определили, какое именно лицо действует и нарушает его права. Ну, то есть записывать телефонные разговоры, делать скриншоты сообщений и различных переписок, а стоит ли вообще вдаваться вот в такое общение, если, допустим, мы сейчас рассматриваем грубое и хамское, как я уже сказала выше, стоит ли продолжать общаться на таком уровне с коллекторами, на их же уровне и вот это все предоставлять, может быть, как-то ограничить себя от этого негатива, ну, потому что понятно, что и так психологическое воздействие от того, что на тебе висит долг, еще и вот всяческие угрозы, вот ваш профессиональный совет, стоит ли общаться с коллекторами, либо все-таки ограничить? Я считаю, что стоит. Почему? Потому что любое правонарушение должно быть наказано, естественно. И это служит, так скажем, основанием для других коллекторских агентств или профессиональных взыскателей, кредиторов не поступать таким же образом, зная, что они могут быть привлечены к ответственности. Естественно, гражданин вправе отказаться вообще от какого-либо взаимодействия опять в рамках нашего законодательства, предоставить и направить заказным письмом с уведомлением кредитору о том, что он отказывается от взаимодействия. Такая форма заявления, она есть на сайте главного управления, в утвержденной форме. То есть заранее можно себя оградить под звонков, сообщений коллекторов. Да, можно направить такое заявление. Естественно, по установленной форме, потому что иначе заявление может быть отклонено. А форме как раз-таки можно ознакомиться на сайте в нормативных документах. И стоит заметить, что такое заявление можно направить только через 4 месяца после возникновения просроченной задолженности, чтобы гражданин об этом знал. Если возникла задолженность, например, месяц прошел, к сожалению, такое заявление приниматься в работу ни коллекторским агентством, ни кредитором не будет. Нужно дождаться срока 4 месяца, когда уже на протяжении 4 месяцев имеется просроченное обязательство. Вы сказали о штрафах, об административной ответственности, которые вы возлагаете на юридических лиц. Ну, а следом я хочу тогда спросить о статистике. Сколько было выявлено таких нарушений и сколько лиц наказано? Сейчас в Главном управлении Федеральной службы судебных приставов по Самарской области составлено 37 административных протоколов по статье 1457, которая предусматривает как раз ответственность за неправомерное осуществление такой деятельности. Постановления рассмотрены должностными лицами ФССР. На сумму штрафа более полутора миллионов рублей. Могу сказать, что там в принципе есть и микрофинансовые организации, и банки. Сейчас Федеральная служба судебных приставов имеет право привлекать и кредитные организации. Но это вот в части последних нововведений, которые были в 2021 году. Поэтому меры воздействия служба принимает. Расскажите, пожалуйста, что делать, если коллекторским агентствам или кредиторам нарушаются положения федерального закона? Ну, естественно, нужно обратиться с заявлением с письменным, либо электронным, предоставив необходимый документ. Это может быть, как мы уже говорили, детализация телефонных звонков. Особенно она нужна, когда люди, то есть кредиторы, юридические лица осуществляют взаимодействие с третьими лицами. Потому что жалобы, например, есть о том, что третьему лицу поступают звонки о информации к какому третьему лицу, номера телефонов, с которых звонят, и где мы должны зафиксировать эти телефонные звонки и проверить этот долг, нам необходима, естественно, информация и по третьему лицу. Третье лицо имеется в виду как поручитель? Нет, третье лицо – это соседи, родственники, соседи по личной площадке, работодатели. То есть, к примеру, знаете ли вы этого человека, вот он нам должен, какие у вас отношения, где он находится и так далее. А вот здесь, кстати, стоит ли продолжать беседу? Как правило, конечно, стоит. Почему? Потому что… Почему меня, к примеру, должны волновать долги моего соседа, с которым я, к примеру, даже и не пересекаюсь по жизни. Ну, хорошо, если вам позвонили один раз, вы сказали, что вы не знаете такого гражданина или знаете, но ничего передавать не будете, и на этом телефонные звонки прекратятся. Это еще один вопрос. Это дай бог, да? Да. Но телефонные звонки могут поступать потом вам и днем, и ночью, и начинают, в принципе, вашу уже персональную информацию какую-то о вас распространять, и давление оказывать уже на вас, чтобы вы связались с этим гражданином. Тут, конечно, стоит. А вот правомерные такие звонки? Это люди узнали где-то персональные данные мои, к примеру, да? И вот беспокоят меня, как вы говорите, днем, а может быть, даже и ночью. Ну, естественно, в таком плане неправомерный, но осуществление взаимодействия с третьим лицом, оно может быть, и оно как бы законодательством установлено, но там необходимы определенные, так скажем, должны быть соблюдены условия. Это согласие самого должника в материалах дела о том, что он дает кредитору, согласие на осуществление взаимодействия с третьими лицами. И вот как раз-таки по последним, да, большим, так скажем, изменениям в федеральном законодательстве в этом плане, теперь у нас 21-го, с июля 2021 года необходимо согласие самого третьего лица. Оно может быть подтверждено в любой, позволяющей подтвердить его фактформе. То есть, либо, может быть, они сделали запись, либо оно есть в бумажном носителе о том, что лицо, то есть, да, такие записи о том, что звонят и говорят, мы можем вам, да, звонить по, там, такому-то лицу, да, там, спросить, уточнить, что там. Она говорит, да, я не против. Хорошо, это один вопрос, но когда человек высказывает явное несогласие с таким взаимодействием, говорит, больше мне не звоните и так далее, но тут, да, тут уже нарушение. Нехорошо бы его после вот такого взаимодействия фиксировать, что все-таки кредитор или лицо начали осуществлять его далее. Это, естественно, уже нарушает его права. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли какие-то мошеннические схемы или действия, связанные с тем, когда звонят коллекторы, ну, а, соответственно, допустим, ну, мало сейчас у нас граждан, которые, да, не имеют кредитов и так далее. Вот как распознавать действия коллекторов профессиональных, да, вот мы говорим, которые регулируются законодательством, от мошеннических действий, которые наверняка тоже, зная базу, да, долгов, пользуются этим? Ну, когда вообще, да, профессиональные коллекторы априори не должны себя вести там неправомерно, но и тогда, когда поступают, да, есть такие жалобы в части мошенничества, в каком плане, что на гражданина оформляются займы, например, и он о них совершенно не знает. И он узнает только тогда, когда ему позвонил либо сам кредитор, либо, ну, да, который, у которого якобы взяли займы, либо само вот это вот юридическое лицо, то есть коллектор. И тогда гражданин вот уже начинает выяснять посредством там своего НБКИ, есть ли какие-то займы и так далее. Ну, естественно, сразу, что посоветовать, нужно обратиться, естественно, в органы, в правоохранительные органы с таким заявлением, потому что если же я не брала такой займ, и откуда он у меня взялся, естественно, подать заявление в правоохранительные органы и направить это письмо кредитору либо, да, коллектору о том, что это не мое обязательство. В этом случае информация ими проверяется, каким способом, методом было заключено, да, заключен такой договор, куда были переведены деньги. Чаще всего организации признают, что займ мошенническим, и, как бы, взаимодействие прекращается. Но на ровном месте же он ведь тоже не возникнет, вот этот вот мошеннический займ. Можно рассматривать какие варианты там, да, утери паспорта, мне кажется. Или есть еще какие-то схемы, на которые сегодня стоит обратить внимание и озвучить сейчас в нашей программе, чтобы предостеречь себя? Ну, там даже несколько потери паспорта. Наши персональные данные, они обрабатываются, да, где-то, может быть, они обрабатываются с нарушением законодательства о персональных данных, либо это какие-то базы, либо, может быть, даже бывают ваши третьи знакомые, которые когда-то видели, например, ваши паспортные данные. Единственное, что кредиторы, непонятно, почему они не проверяют карты, на которые переводят, что это реально карта этого гражданина, который заявлен в заявлении, да, о выдаче там займа. Но это чаще всего бывает, естественно, не с банками, не с кредитными учреждениями, а с микрофинансовой сетью нашей, так скажем. Вот, и, ну, мой совет, наверное, НБКИ, мы вправе, гражданин вправе проверять свое НБКИ раз в полгода, это бесплатно, чтобы смотреть, какая у вас история, ничего у вас ли там лишнего не появилось. Если появилось, то обратиться в первую очередь в это, конечно, кредитное, там, то есть в это учреждение, да, каким способом и методом, и направить, естественно, заявление в правоохранительные органы, это их компетенция. Спасибо. А продолжаем разговор. Скажите, какая ответственность предусмотрена за нарушение коллекторским агентством требованием законодательства? Вот теперь, насколько мне известно, и уголовное? Да, изменения, как вот говорили, разговаривали с вами выше, изменения в законодательстве в этой сфере есть, и они продолжаются. К вопросу о привлечении к ответственности, естественно, как я говорила, это статья Кодекса об административных правонарушениях 14.57 о неправомерных действиях. Санкция статьи подразумевает для кредитора, либо, да, наложение административного штрафа в размере до 500 тысяч рублей, а минимальная граница это 50. Также и для профессионального коллекторского агентства размер санкций такой же, но единственное, что там предусматривается при наличии оснований приостановление деятельности такого юрлица до 90 суток. Санкции серьезные, штрафы серьезные, цифры называете такие внушительные, да. Но вот в текущем году были случаи привлечения организаций к административной ответственности как раз за нарушение правил взаимодействия с должниками, знак вопроса. Ну, как мы говорили, у нас статистика есть, административное правонарушение фиксируется, штрафы административные взыскиваются. Также стоит сказать, что, например, если юридическое лицо вообще не включено ни в реестр, это не кредитор, то там административная ответственность еще выше, там штрафы до 2 миллионов рублей. Такие случаи службы выявлялись, но в последнее время, ну, это, ну, как бы, в последнее время нет. Чаще всего мы знаем, кто нарушает. В часть уголовной ответственности, статья уже, да, введена, она действует. Мы, естественно, понимаем, если это уголовная ответственность, то это компетенция наших правоохранительных органов. Там санкции тоже довольно-таки серьезные, штрафы высокие, при этом предусматривают и ограничения свободы, а если там группы лиц совершены какие-то правонарушения, то там штрафы до 2 миллионов рублей, и также сроком до 5 лет лишения свободы. То есть, возможно, это тоже как-то приведет ситуацию в порядок. Ну что же, наше время подошло к концу, подводя итог нашему сегодняшнему с вами разговору. Наверное, стоит обязательно сказать, что по возможности, уважаемые граждане, лучше не связываться с кредитами, да, вот особенно с микрофинансовыми организациями. Ну, не стоит взваливать на себя вот это время долгов. Ну, а если все-таки случилось так, что нужно делать, как максимально обезопасить себя от воздействия коллекторских агенств, пожалуйста? Ну, как вы правильно заметили, да, гражданам нужно относиться к займам, относиться серьезно. Нужно проверить и понять, сможете ли вы нести такую финансовую нагрузку. Но если же все-таки такое случилось, ваши права и законы интереса в части возврата уже просроченные задолженности нарушаются, нужно все правонарушения фиксировать, нужно написать заявление, обращение жалобу в Главное управление Федеральной службы судебных приставов Самарской области, приложив как раз все сведения. В любом случае специалист отдела свяжется по контактному номеру телефона, который указан там, о предоставлении, да, материалов, которые помогут нам установить лицо, которое, собственно, нарушает интересы. Либо прийти, либо по телефону горячей линии, либо по телефону отдела 266-62-44. Специалисты подскажут, что нужно сделать, какие материалы, либо прийти в Главное управление. Мы также спустимся, примем заявление и будем разбираться с данными нарушениями. Ну, то есть в данном случае судебные приставы в помощь. Да, здесь мы защищаем права защиты интересов граждан, чтобы их права, естественно, не нарушались в этой части. Благодарю вас за интересную беседу, за ваши компетентные ответы. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами и рассмотрели программу «Город Эсс». Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова